В этом году на ВЭП приехало более 6 тысяч участников. Здесь прошло порядка 80 деловых мероприятий и подписано свыше 200 соглашений о сотрудничестве. О повестке делегации ТПР на форуме РБК рассказал президент объединения Сергей Катырин. В первую очередь это международная наша повестка, достаточно большая. У нас в рамках наших деловых советов, в которых у нас при торгово-промышленной палате действует 74. Естественно, здесь были посвящены Россия и Корея, Россия и Япония, Россия и Китай, Россия и Офеан. У нас такая достаточно насыщенная повестка дня. Это не только дискуссия о вопросах и проблемах, которые есть в сторонних отношениях, но это уже и возможность послушать те, кто работает на российском рынке, кто работает на Дальнем Востоке, с чем они столкнулись, есть ли проблемы, какие успехи у кого, какие проблемы они видят, над чем стоит поработать. Мы обсуждали туризм. Естественно, что он тоже международный. Больше говорили, конечно, о въездном туризме. Что необходимо сделать, но в данном случае не только в России, но и на Дальнем Востоке, для привлечения дополнительного потока туристов. Есть проблемы, которые нам обозначают и наши коллеги зарубежные. Это отсутствие должной инфраструктуры, недостаток гостиниц, особенно трехзвездочных, маленький уровень услуг, которые там оказываются, низкий уровень этих услуг. Ну и все, что с этим связано. Сергей Николаевич, какие сферы стоит развивать малому и среднему бизнесу на Дальнем Востоке? Несомненно, это судостроение. Это край, который есть тут в морях и океанах. И сам Бог велел здесь серьезно развивать судостроение. Оно есть, вы знаете, там, в Саморске на море, здесь звезда. Но, естественно, что все ожидают большего, большей отдачи и расширения производства судов в Российской Федерации. Конечно, это аквакультура. Это возможность работать с аквакультурами и поставки их, в первую очередь, в России, потому что мы тоже не шибко много видим. В Российской Федерации аквакультуры Дальнего Востока. Конечно, это сельскохозяйственное производство. И наши корейские коллеги, которые здесь, одна из компаний, производят зерно и сою, показывали, каких результатов они достигли на наших землях. И, с точки зрения, урожайность. И огромный потенциал от транзита. Это восток-запад, это север-юг. Это серьезнейший потенциал, который сейчас, конечно, больше стал задействованным. Сегодня уже опытные поставки контейнеров из Китая в Европу, из Кореи, европейскую часть, они уже проходят. И уже до тысячи, а даже до полутора тысяч километров в сутки скорость достигает. Это, конечно, очень серьезный уже показатель.